Мамайский перевал. Неизменная часть дорожного пейзажа – пробка. Правда, как обещают городские власти, заторовая ситуация вскоре будет ликвидирована. После сноса вот этой лавашной, по мнению чиновников, да и многих автолюбителей, именно общепит тормозит движение. Снести, расширить, всё будет замечательно. Вот эти шалманы, если с гранатомёта убрать, в шестиполосных будет прекрасно. Для сноса лавашной гранатомёт, конечно, не понадобился, экскаватор, камазы рабочие, вот и вся тяжёлая артиллерия. Но чтобы она сюда зашла, потребовалось много усилий и времени. Не обошлось без участия и главы Сочи Анатолия Пахомова. Была поставлена задача мэром города Сочи любыми путями снести эту лавашную, так как она вмещает в проезжей части автомобильной дороги. Она находится прямо на федеральной части. Изначально её ошибочно были, неправильно были оформлены документы. Затем правовое дело администрации вышел с иском в суд. Суд первой инстанции городская администрация выиграла. Пять дней назад стал известен вердикт второй инстанции и опять же в пользу властей. Дала в итоге согласие на снос торговой точки и её хозяйка. Есть соответствующая расписка. Лавашную должны снести в течение дня. Дальше работами по расширению трассы займётся Росавтодор, в чьём ведении и находится федеральная дорога. А пока по поручению главы города создана специальная комиссия, которая должна предложить временную схему организации движения, чтобы разгрузить проблемный узел. Расширение дороги на Мамайском перевале – это не единственная мера, которая планируется для улучшения ситуации с автотрафиком на подъезде к Сочи. На наиболее проблемных участках в следующем году федеральные дорожники построят сразу пять надземных пешеходных переходов. Три в Лао и по одному в Якорной щели и в Ардане.